Каждую субботу на канале РТР Молдова Кулинарные путешествия, интересные гости и новинки из мира кулинарии Не пропусти программу Азбука Вкуса Включайся! Хорошего настроения у нас много! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 вы сможете найти. Что мы сделали? Мы просто взяли, очистили болгарский перец, вынули сердцевину, шляпку, соответственно, тоже с ножкой удалили и отправили буквально на 10 минут при 190 градусах запекаться. Он запекся, и нам нужны вот такие вот мягкие, красивые, вкусные кармашки. Он сохранил сейчас все свои полезные свойства, то есть та же самая сильнейшая доза витамина С после зимы, идеально повышающий иммунитет и сохраняющий ваше здоровье. Вот, у нас есть томаты, у нас есть специальная болгарская брынза, яйца, чесночок, панировочка, зеленюшечка, да, и, конечно, мы хотим сказать спасибо сети магазинов Калфон за то, что они, благодаря своей политике внутренней работы магазина отбирают нам самые лучшие качественные ингредиенты. Так вот, мы это все как будем делать? Я сейчас расскажу Таисии, соответственно, как бы через призму моей сегодняшней гости расскажу это все и вам. А мы сейчас начнем с тобой тут, по чуть-чуть будешь мелко нарезать зеленюшечку, я тебя попрошу. Я в это время прокручу как раз брынзу, нам нужна нам мелкая. Вот, потом мы это все будем смешивать с мелко нарезанными помидорчиками, с чесночком, мы это все смешаем в такую массу вместе с зеленюшечкой. Чуть-чуть только тогда мы ее подсолим, потому что перцы мы не солили, иначе они просто бы развалились. И будем начинять их этой начинкой, забьем их такие в капюшончики, после этого, я просто заранее говорю, мы обваляем это все в муке, в яичной смеси, в панировочке, получится у нас вот такая вот хрустящая и в то же время очень нежная текстура внутри вот этого вот болгарского блюда. Это что касается, так сказать, моей части. Таисия, спасибо тебе большое за терпение. Теперь давай рассказывай мне, пожалуйста, как у тебя проходили подготовки в начале, как проходила подготовка к конкурсному дню, и сколько вообще длился конкурс, и в какие были категории, какие были этапы, сколько девочек, мальчиков принимало участие, то есть страшно, не страшно. Сейчас вот масса этих вопросов обрушится на тебя, на твои юные плечи. Вот, и можешь взять зеленюшечку, и просто вот прям берешь пучок, и мелко-мелко, неважно, прям вот петрушка, укроп, все, что попадет, мелко нарезай, я тебе сейчас дам миску, куда это все мы будем с тобой складывать. Вот, и рассказывай. Так, с 02 по 03 апреля прошел 11 международный фестиваль «Абаника-2022». Фестиваль прошел в светущей столице Болгарии, Софии. А, прямо там, прямо, так сказать, в центре всех событий. Ага, круто. В конкурсе участвовало более 300 участников с их шести стран. Страны Польша, Молдова, Болгария, Сербия, Армения и Бразилия. Слушай, ну, с точки зрения какой-то, ну, вокальной, ну, теоретически, географически, такой вот, вокальной значимости каждой страны, армяне, я знаю, что очень сильные вокалисты, да? Очень сильные вокалисты, чудесные и очень добрые, хорошие, душевные люди. Я в этом полностью согласен, поэтому всем нашим, так сказать, армянам, которые живут на территории нашей страны, большой-большой привет и шнорхалитун. Спасибо большое, что вы, так сказать, тоже с нами. Но, как распределялись, как тебя встречали, много ли вообще, какая делегация поехала от Молдовы? То есть, гран-при привезла ты, много было ли еще с тобой наших девочек и мальчиков? А, нет. Как конкурсант я поехала одна, с педагогом и со своим продюсером. Угу. Вот, это мы, значит, кому говорим, спасибо? Педагогу. Спасибо большое, педагогам. Вот, можем даже назвать имена, я думаю, что им будет приятно, потому что, чтобы вы понимали, где у нас это все происходит. Я так понимаю, что ты учишься на бассейне лице... Николая Мелеско-Спетарова. Так, да-да-да. И там есть как раз вот эта вот музыкальная студия, музыкальная, ну, не знаю, как дополнительная школа, да, то есть... Да. Музыкальная студия. Педагог музыкальной студии Лукьянова Виктория Николаевна и продюсер Митя Эртерман. Спасибо огромное вам за это большое. Так, ну вот вы и приехали. То есть, были какие-то репетиции, было какое-то знакомство. Сколько дней вообще длилась вся вот эта музыкальная история? Так, ну, в дороге мы были один день. Ага. Доехали быстро, я так понимаю, что, в принципе, с границами проблем не было. И в направлении Румынии, я так понимаю, ну, если ехать, выезжать на Болгарию, я так понимаю, что доехали достаточно быстро. Достаточно быстро доехали. Все было хорошо, конкурс длился один день. Получается, в течение дня всего были распределены конкурсанты, и вечером уже был галоконцерт у всех. Сразу? То есть, грубо говоря, с корабля на бал, да? То есть, не было каких-то там, ну, не знаю, разминок, репетиций, рехерсал, вот эти вот, как они делают, прогоны? Прогон был. Всех конкурсантов сначала прогоняли, и где-то через пять минут уже начинался концерт. Ну, здорово. Скажи, во время... Ну, это такой секрет. Во время дороги заставляет тебя, твой продюсер, петь? Нет. Нету такого, что давай, пока едем, заодно разомнем голос, и ты, значит, все песни репетировал. С каким репертуаром ты туда ехала? Какие песни ты представляла? И открой немножко скобки. И каких стран? Так, я участвовала в двух категориях с двумя песнями. Первая – это румынская песня. Я заняла золотую медаль, первое место. И гран-при я, собственно, заняла с украинской песней «О чем ты не пришел». Как воспринимать сейчас тамбу во всем мире? Ну, то есть, потому что, я так понимаю, все равно конкурс международного формата, да, то есть международного масштаба. Вот, и были ли еще исполнители или участницы, которые выбрали себе в репертуар украинские песни? Украинские песни выбрали участники. Очень лояльно, все хорошо относится, то есть ничего не было. Ну, слава богу. Вот о чем я и говорю. Потому что, мне кажется, что в мире творчества надо брать вообще, как бы, пример для всех, мне кажется, политиков. Потому что, ну, вот лучше на такие вот битвы музыкальные выходить на сцену и вот там вот проявлять все свое мастерство, творчество и таланты. Так, ну, скажи мне, реально за 6 лет, вот сейчас я уверен, что смотрят не только старшее поколение, старшее поколение, естественно, есть дети или внуки сейчас по ту сторону телевизионного экрана. Реально за 6 лет занятия музыкой можно уже достичь таких хороших результатов и привозить уже обратно к себе домой. И где-то там, знаете, за рубежом отстаивая честь другой страны, а нашу любимую родную гостеприимную Молдову радовать и баловать такими наградами. Реально за 6 лет достичь такого хорошего результата и привозить уже гран-при с золотыми кубками и золотыми медалями? Конечно, реально. Получаются кубки, медали, так и являются показателем того, что это действительно реально достичь. Конечно, собственными усилиями, усилиями педагогов и коллектива. Сколько у тебя уходит в день приблизительно времени на, ну, на репетиции, будем так говорить, на занятия? Потому что, я так понимаю, есть же еще, извини мне, как бы, ну, стандартная программа лицея. Плюс наверняка, наверное, у вас тоже все-таки были эти ситуации, когда вас держали онлайн, то есть где-то дистанцировали. Вот, сейчас стационарное обучение, ты успеваешь или учителя, в принципе, где-то, ну, чуть-чуть закрывают глаза? Так, Таисия, молодец, у нее гран-при, не будем ее трогать до августа, да, в августе уже позвоним и спросим, как у тебя дела. Нет, учителя не закрывают на это глаза, то есть все равно требуется хорошо учиться, то есть, как и во всех других лицеях. Есть какой-то любимый предмет? История. Серьезно? Вот это да! А музыка, она, получается, не входит в программу лицея, да? То есть музыка, это как отдельное дополнительное занятие. И сколько у тебя в неделю тогда происходят вот эти вот занятия музыкальные? Сольных два занятия по часу, и группа, я еще занимаюсь в группе. Ничего себе. Тоже по часу. Ну, знаете, мне кажется, что музыка всегда была каким-то таким спасительным эликсиром во все времена, потому что она может как поднять настроение, так, если надо, немножко пройтись по каким-то нашим чувствам и эмоциям. Вот, скажи мне свои ощущения, когда объявляли, то есть, был какой-то отборочный тур, потом был какой-то финал, суперфинал. То есть, мне интересно, были ли вот эти этапы, когда выстраивают всех участников, и потом вот это вот ожидание, когда там, place number three, да, там, третье место, вот, награждаться, я не знаю, я боюсь сейчас как-то не то сказать по-болгарски, простите, пожалуйста, да, и не имею на это права. Вот, и вот это вот ожидание, когда вдруг, and Grand Prix goes to Tyson Bevel, и там, фейерверки, продюсер бежит сразу за шоколадом, вот, как это было? Всех участников одной категории вызывали на сцену, и уже во время этого, от самого низкого, то есть, третьего места до первого Grand Prix всех конкурсантов вызывали. Ну, это, конечно, там, к примеру, Таисия Бивол, Grand Prix. А, вот так вот, да, то есть, не было вот этих вот, прям, долгоиграющих на нервах эмоций, которые, как иногда любят ведущие вот эти вот, знаете, немножко там чего-то поднакрутить эмоции. Но, тем не менее, я думаю, что радость была какая-то невероятная, да, то есть, ты же понимала, что ты неспроста отдала часть своей жизни уже сознательной музыке, и уже, как бы, получаешь эти прекрасные результаты. Скажи мне, вот, получив Grand Prix, есть ли какие-то дальше перспективы, то есть, что происходит? Обладателю Grand Prix предоставляется что? Предоставляется, возможно, участие в каких-то новых, более масштабных фестивалях, или вам дают, может быть, какие-то другие подарки? Может, тебе подарили ключи от автомобиля, на котором вы обратно приехали? Я же не знаю, ты расскажи. Получается, членом жюри являются очень... Компетентные. Компетентные, да, интеллигентные люди, которые опытные, и уже на своей практике устраивают немало количество конкурсов. И если вы понравились этому человеку, он может вас пригласить на свой конкурс. Также, к примеру, вот уже этой весной в мае пройдет Junior's Hope Online. А, еще, то есть вы уже как бы вот... Уже конкурс, да. То есть только приехали, извините, у меня из Болгарии, сейчас опять надо уже куда-то собираться что-то ехать, да? Нет, этот конкурс будет проходить онлайн с 21 по 22. А, это то, что да, 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 то, что уже не первый раз проходится и проводится действительно онлайн. Интересно, кстати, опять же, альтернатива не оставлять юные дарования и таланты. В стороне, потому что даже учитывая сейчас сложную ситуацию, географическую, границы, все вот это вот, вся вот эта вот и бюрократия, и сложности, и психологические моменты, но онлайн, мне кажется, как раз можно собрать вот эту вот концентрированную свою тусовку и, в принципе, точно так же выслушать. Единственное, что я так понимаю, что техническая база есть, и здесь у нас можно в какой-то прям студии, да, со всеми микрофонами и звуком выступать, исполнять. Ну, уже восприятие звука происходит, наверное, уже через наушники, но здесь чуть-чуть, наверное, другая сама методика, наверное, проведения таких конкурсов, но, тем не менее, тоже будет. Если тогда, ты давай тогда эту зеленюшечку плавно пересыпаем вот сюда. Если какая-то у тебя, извините, пожалуйста, может быть, ну, не знаю, сейчас ограничение в еде, может быть, тем, кто занимается вокалом и песней, ну, вот даже это можно есть? Конечно, мы можем. Фу, я вот немножко, знаете, запереживал, вот эти вот панировочки, сухарики, чтобы случайно, знаете, человек после гран-при в Абанике в Болгарии, чтобы, ну, не перешел на, в хорошем смысле, шансон, понимаете, вот, ну, чтобы как бы осталась эта звонкость, вот как, наверное, медалька звонит об кубок, вот ничего себе, об кубок, вот это сказал, вот это завернул. Друзья, мы продолжаем нашу программу, готовим удивительное болгарское блюдо вместе с обладательницей гран-при, которая привезла в нашу страну кубок, дипломы и золотую медаль с музыкального международного фестиваля. Оставайтесь с нами, после рекламы продолжим. Добро пожаловать, это Азбука Вкуса на канале Артер Молдова. Сегодня у меня невероятная гордость, потому что я, честно скажу, ну, мое окружение меня прекрасно знает, я всегда поддерживаю и поддерживал и буду поддерживать молодые дарования, таланты, это еще вообще, наверное, самых своих каких-то юных времен все это у меня происходило. И мне всегда очень приятно, когда есть вот хотя бы дорога, возможность, двери, которые открываются нашим дарованием и которые, внимание, на секундочку прославляют нашу страну и прославляют нашу замечательную гостеприимную солнечную Молдову на весь мир. И это касается, конечно, в основном наших спортсменов и исполнителей, то есть творческих людей. Есть очень много достижений и в сфере бизнеса, понятное дело, есть много достижений в сфере других индустрий, но, наверное, это один из таких самых ярких. Кто-то когда-то даже сказал в Европе, что в Молдове где-то разлилась бочка с талантами, да, то есть она просто вот как-то когда-то географически взорвалась. Вот так оно есть, поэтому сегодня у нас Таисия Биво, которая привезла с 11 международного фестиваля в Болгарии, привезла гран-при, кубок, медали. Мы об этом говорим, говорим о том, как она покорила аудиторию, как она действительно порадовала и нас, и жюри, и публику. Сегодня мы готовим болгарское блюдо, которое, честно говоря, я вот пытаюсь уже который раз при тебе даже сейчас выучить. Я вот прям возьму чушка-бюрек, друзья, вот оно как называется, чушка-бюрек. Болгарское блюдо, которое пойдет всем на ура. Таисия сказала, что ей можно, ей разрешают такое блюдо есть, и мы, конечно, за все эти великолепные ингредиенты благодарим, что сеть магазинов Кауфлэнд, которая всегда тщательно отбирает нам нужные ингредиенты, и мы получаем всегда свежие и вкусные продукты. Так, что я тебе попрошу теперь сделать? Я попрошу сюда сейчас вот по одному яйцу вбить, прям, может, вилочкой разбить, скорлупу можно бросить сюда, даже не переживай, а яйца пусть попадают туда. Я в это время пока начну мешать нашу смесь, потому что у нас начинка должна быть из болгарской брынзы, зеленюшки. Хотите добавить зеленый лучок, тоже как бы не проблема, добавим туда томаты. Сюда же у нас пойдут сейчас еще и сочные, вкусные зубчики чеснока, вот, и мы с удовольствием это блюдо сейчас, и второе тоже возьми, тоже сюда разбей, и просто пока перемешивай, мы будем делать такой определенный кляр. Так, и выступив там, я так понимаю, опять же нужно готовиться, впереди перспектива, впереди еще большое количество конкурсов, потому что я так понимаю, что сейчас география расширяется, и где-то какие-то вот такие прекрасные морские в предвкушении лета пейзажи тебя ждут, потому что ехать надо. В какие направления готовиться, к чему? Сейчас мы готовимся к конкурсу Turkish Hop, который пройдет с 22 по 28 июня. Конкурс будет проходить в городе Дидим, в Турции. Вот, далее нас ожидается Польша в августе, и вы уже Греции в сентябре. С 21 по 25 сентября пройдет конкурс Greece is Hop в Наполео. Ну, то есть, я смотрю, география такая, достаточно широкая, большая и насыщенная. Я так понимаю, что в любом случае не с одним и тем же репертуаром, да, конкурсным ты ездишь, то есть это какие-то разные совершенно подготовки, да, то есть для Польши, наверное, готовится один какой-то формат, для Турции третий, для Греции четвертый, то есть как ты себе, ну, как вы распределяете эти композиции и мелодии. Есть ли какая-то, скажем так, значимая роль и нотка твоя, когда нет, знаете что, я хочу эту песню, говорит, нет, Таисия, мы знаем лучше, вот пой, пожалуйста, вот эту. Нет, такого момента нету. Получается, все композиции, все-все-все выбирается вместе с педагогом совместно. Конечно, все репертуары подбираются индивидуально, падая вокалиста, вот, на некоторых конкурсах требуется определенный формат, к примеру, то есть что вы в сентябре в Польше, будет требоваться одна композиция на польском. А, ну то есть обязательно как бы с уважением к стране ты едешь уже туда с какой-то песней на языке этой страны, куда ты едешь. Ну, если так, в двух словах, как бы объясни все, что происходит. Так, тогда понятно мне тогда с этим, с этим мне все тогда понятно, сложно ли учить какие-то другие песни или наоборот это, ну, доставляет тебе удовольствие и на скольких языках ты уже знаешь музыкальные произведения? А на скольких языках я знаю музыкальные произведения? Это уже очень много, это как и корейский, и английский, и в каких-то моментах даже немецкий, и другие, на других языках. А теперь вопрос насущный. Я ждал, Таисия, именно этого вопроса сейчас, потому что для меня этот вопрос сейчас такой, я бы сказал, болезненный, актуальный, вот, по поводу того, что происходит сейчас в жизни 14-15-летних мальчишек и девчонок. Вот, там есть ложечка, я попрошу тебя, знаешь, что делать? Я попрошу тебя пока что выкладывать, то есть брать вот так вот, прям ручкой можно брать, и туда закладывать чуть-чуть этой начинки. Давай я сейчас первую покажу, вот, а потом будешь передавать мне, а я их буду уже панировать и обжаривать. То есть мы таким вот образом туда эту вкуснейшую начинку кладем. У нас должны быть такие плоские вот истории, то есть нам не нужен такой кругленький. Вот таким вот образом мы должны их сделать, вот тут так вот как-то, видишь? Вот, если что, есть салфетки, не переживай, потом все это смывается. Так вот, по поводу 14-15-летних. Сейчас ты, как бы, сама, ну, я думаю, нет-нет, но, возможно, зарегистрирована даже в ТикТоке. И там, конечно, происходит огромное, просто невероятное, я бы сказал, месиво каких-то очень разных музыкальных направлений, стилей, жанров. И, конечно, не все отвечает какой-то более-менее классической форме написания, ну, скажем, качественной музыки, да? То есть речь идет вообще, как бы, о очень странных иногда композициях. Насколько тебя это где-то притягивает? Как тебе удается, если вдруг это как-то еще обойти вообще, как ты с этим справляешься? Потому что, ну, наверняка, какое-то свое близкое окружение, ну, твое, оно же все равно, оно у тебя, ну, оно где-то есть в ТикТоке. Ну, да. Ну, да, то есть как ты с ними, с ребятами, со своими тогда справляешься? На самом деле, я думаю, то, что ребята, которые делают музыку, то есть там, как вы сказали, 14-15-летние, это очень здорово на самом деле, потому что они хотят творить. Возможно, не всегда что-то у них получается хорошо, не всегда получается что-то на уровне, но сам факт того, что они пытаются что-то делать, это уже очень похвально. А, ну, то есть ты одабриваешь просто сам вариант того, что уже что-то происходит, уже как бы хотя бы что-то делают, да, и, а там уже все равно, может, рано или поздно каким-то образом перевоспитают себя, или вот, ну, мне просто интересно, тебя в этом плане они не, ну, как, не то, что ущемляли, да, а, как бы, может, считали, что зачем тебе нужна вот эта вся более-менее какая-то классическая, ну, относительно классическая форма исполнения, когда можно пойти и написать какой-нибудь рэп а-ля Моргенштерна? Ну, на самом деле, вот сейчас очень толерантные ребята, и... Ну, то есть общество в этом плане как бы открыто, и мне просто интересно, а мне не тебя это затягивает, или ты как бы это обходишь стороной, думаешь, что каждый занимается своим делом, занимается и хорошо, знаешь, как вот... Ну, как вы и сказали, то, что каждый занимается своим делом, вот и хорошо. Ну, вот и все, дорогие друзья, тогда не буду я прям мучить, ну, у тебя есть вообще профайл в ТикТоке, да? Нет, нет. Нет, а в Инстаграме? В Инстаграме есть. Друзья, то вот, пожалуйста, посмотрите, вот у Таисии как раз сейчас профиль в Инстаграме, вы можете зайти, и если есть какие-то предложения по сотрудничеству, или, возможно, предложить, хотите вы обладательницей гран-при золотого кубка и медали, какие-нибудь отдельные выступления, пожалуйста, я думаю, что она с удовольствием состыкует вас со своим продюсером, и продюсер в этом плане вам тоже поможет, а вы продолжайте наполнять. Работаем дальше, у нас еще есть наши крутые перчики, вот, и таким образом, как видите, не вся молодежь повально падает в эту стихию ТикТока. Я бы сказал даже, что здесь происходит кое-что другое, здесь уже взрослые, мне кажется, стремятся обогнать молодежь и где-то себя зарекомендовать в ТикТоке. И вот здесь вот у меня вопрос как бы к тебе, а вообще хорошо, что взрослые лезут в ТикТок или вообще в какие-то социальные сети, насколько как бы вот вам ваше пространство, ну, сузили, да, то есть вот, насколько вам не дают где-то побыть сами с собой. Сейчас же везде все контролируется. Родители дают всякие там часы, чтобы понимали, где ребенок там бегает, носится, там какие-то телефоны с какими-то, не знаю, слежкой за вами. Как у тебя это происходит? Полностью ли как бы все хорошо? Ну, в плане соцсетей родители полностью мне доверяют. Вот, то есть мои соцсети не проверяются. А в плане того, что взрослые, ну, лезут в другие соцсети, то есть более современные, где в основном тусуется молодежь, я считаю это здорово, потому что они расширяют диапазон и как бы своими видео, возможно, где-то какими-то информациями, какими-то постами. Все равно они, когда дети все это читают, они, конечно, образуются. Ну, то есть родители в данном случае тебя поддерживают и хвали, да, нет такого, что как бы там перестань чем-то занимаешься, иди в стоматологию, там, в респруденцию и так далее. То есть делай, они тебя поддерживают. Они меня поддерживают. Прекрасно. Я предлагаю сейчас, уважаемые наши телезрители, пока у нас процесс относительно, ну, скажем, однообразный, я приготовлю кофе, я спрашивал, сказали, что можно пить этот великолепный кофе, насыщенный, правильно томленный, медленный такой прожарки со всеми вкусовыми оттенками в духе настоящего бариста. Я попрошу тебя нажать просто кнопочку посередине, прямо посередине, нет, с этой стороны, вот, да, вот, видишь, черную, черную, и на нее нажимаешь, да. Вот так, великолепно, а мы в это время, вам, уважаемые друзья, предлагаем посмотреть как раз короткий такой видеоотчет, где наши гости облистают во всей красе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, посмотрите, вот этот вот замечательный чушка бюрек, болгарское блюдо. Очень ароматное, хрустящее, в меру нежное внутри, у нас уже готово вместе с Таисией Бивол. Я так понимаю, что сейчас идет максимально плотная подготовка к фестивалю онлайн и к турецкому фестивалю, правильно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, это, конечно, блюдо мы сейчас украсим зеленюшкой, не без этого, вот, а в зеленюшке, я насколько вижу, там есть какая-то еще интересная баночка, я вот, понимаю, что это прямо специально из Болгарии, правильно? Да, это вкуснейшая харцета люциница. Мы привезли ее прямиком из Болгарии. Наши болгарские друзья показали нам ее. И вот сейчас ее можно найти. Это национальный соус такой. Слушайте, я тогда думаю, что вот это хрустящее в меру и нежнейшее внутри блюдо с соусом пойдет просто на ура. Сейчас мы его, конечно, по весне, знаете, уже ближе к лету, ко всем нашим морским приключениям и путешествиям все это украсим. Вот таким вот образом. Даже поставим, наверное, еще одну такую веточку до серединки. Вот так вот. Красота. И я возьму на себя смелость. Открою, друзья, этот соус. Он чудесен! Он чудесен! Он влюбляет в себя! Я не буду раскрывать вам, что там внутри, но я уверен, что с этим соусом это блюдо заиграет совершенно новыми красками и нотками в вашем вот этом мире вкусовых рецепторов. Я желаю вам всем здоровья! Пойте! Пойте, когда вы готовите! Пойте, когда вы ходите в душ, когда вы гуляете по улицам, сидя в машине, в пробке. Тоже пойте! И поверьте, тогда мир перестанет вам ставить какие-либо границы. Я желаю тебе только успеха всей твоей команде, преподавателей, продюсеров, всем твоим коллегам, одноклассникам и одноклассницам. И давай тогда новых побед, потому что я понимаю, из этого кубка уже кто-то пил, поэтому нам нужен новый, чтобы мы могли его обновить. Я тебя поздравляю! Спасибо! А вы, друзья, не забывайте, конечно, подписываться на наш канал и ставить не только лайки, но и писать нам комментарии, может быть у вас есть какие-то советы по приготовлению интересных и вкусных блюд. Сегодня Болгария нам подарила Grand Prix в лице Таисии. Всем успехов! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!